И к другим темам. На ракетном корабле «Дагестан» прошли учения. Перед экипажем стояла непростая задача – отразить нападение самолетов условного противника. На учениях ВМС побывала и наша съемочная группа. Справились ли матросы и офицеры с поставленными задачами, расскажет Руслан Гасумов. На ракетном корабле «Дагестан» учебная тревога. Матросы и офицеры спешно занимают свои места. Все люки и двери герметизируют. Командиру докладывают – в воздухе обнаружена группа самолетов. На связь не выходит. Позже устанавливают. Приближаются штурмовики противника. Условного. Сначала неприятели ослепляют активными помехами. И после того, как самолеты оказались в зоне поражения, по ним открывают огонь. КП-2, КП-3, 2. Цель – левый борт 30 градусов. Дистанция – 2 капель. Цель уничтожена. Из расходов на 9 снарядов. Виктор Картинович – один из операторов станции уничтожения. Его задача – преследовать цели по команде уничтожить. На флоте служит уже 6 лет. Контрактник из Нижнего Новгорода рассказывает, что корабль, подобный Дагестану, еще не видел. На Дагестане уже третий год. Раньше ты слышал на каких кораблях? Корабль был небольшой. Находился он в Калининграде, именно в Балтийске. Потом попал вот на этот гораздо более интересный корабль. Боевые задачи выполняем. Служба интересная. Дальше, по легенде учения, радиоприборы обнаруживают морскую мину. 100-метровый военный корабль. Тяжело себе представить, но делает маневр уклонения от плавающей бомбы. Когда отошли на безопасное расстояние, мину уничтожили. Наши посты, которые находятся у нас на левом и на правом борту, на морских и тумбовых пулеметных установках, также отработали, полностью уничтожили мину, отработали и выполнили все мероприятия на оценку хорошо. Есть, естественно, к чему стремиться, но лично состав молодцы. Еще одним из этапов учений было обнаружение и ликвидация диверсантов. Прицельный огонь из гранатометов, метание гранат. Главная цель матросов сначала противника оглушить. А после под прикрытием пулеметов уничтожить. На вооружение Каспийской флотилии Дагестан поступил еще в 2012-м. И почти весь экипаж – контрактники. Корабль – это живой организм. Но я бы хотел здесь обратить внимание на то, что корабль – это железо, без экипажа. Если на нем нет экипажа, он не будет живым организмом. На настоящий момент вы сами убедились, что можно смело сказать, что данный корабль на самом деле – живой организм. Который, как вы слышите, и стреляет, и бабахает, и ходит, и бегает, и поворачивается. То есть он живет. Естественно, все это, весь этот темп задает личный состав. Со всеми поставленными задачами сегодня матросы справились. Но офицеры понимают, чтобы в реальном бою все было так же гладко, действия матросов надо довести до автоматизма. Руслан Козумов, Салис Алихов, Рамазан Амаров и Юсуп Гази Амаров. Время новостей.